Привет, дорогие друзья! С вами Михаил Авдеев, и мне в руки попала очень интересная вещь, про которую хочу вам рассказать. Это... 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 Это игра, которая называется Story Cups, или игра в действии. Бросайте кубики и рассказывайте истории. Вообще, немножечко о компании, которая производит эту игру, и об идее. Игра основана на очень простой игре, можно сказать, даже на классической игре, потому что я вообще считаю классическими играми это шахматы, карты и... и как раз кубики, кости. Вот, такие классические настольные игры, забыл уточнить. И эта игра основана на принципе кидания кубика. То есть вы кидаете кубик, появляются какие-то действия, и вы рассказываете какую-то интересную историю. Вот такая вот интересная штуковина. Продается она на сайте Ozone, но я ее выиграл на нефоруме блогеров, который был в Казани. Вот, компания Тель-2 там разыграла. Ну, сейчас посмотрим у нас, что внутри, и вообще, как играть в эту интересную игру. Вот такая вот упаковка. И в ней скрывается, ну, просто наивкуснейшая такая коробочка, которую приятно трогать, приятно держать в руках, и даже не открывая, она уже смотрится очень круто. Вот, ну, открываем, смотрим, что внутри. Тоже открывается достаточно интересно. Внутри у нас находится небольшая инструкция, и находятся сами игровые кубики. Вот так вот они выглядят. Это 3 на 3 кубики. То есть всего 9 кубиков. Суть вообще в чем? Мы имеем кубики, на которых нарисованы разные вообще всякие фигуры, которые основаны на действиях. То есть что у нас делает персонаж. Кстати, это не классический набор вот этих вот кубиков, потому что классический набор включает в себя кубики просто разнообразные. Там, то есть, допустим, может быть нарисовано тыква, футбольный мяч, еще что-то. И нужно, так сказать, кинув эти кубики, рассказать какую-то историю, опираясь на то, что на них нарисовано. Вот такой замут. Мне кажется, интересно это будет для детей, которых надо разговорить, научить разговаривать, вот, чтобы они понимали вообще, ну, как там строится история и так далее. Или для какой-то достаточно говорливой компании. Ну, допустим, если мы сидим с друзьями, то у нас и так истории навалом, которые можно рассказать, вот. Ну, а если вы сидите, допустим, там, в новой компании и хотите немножечко поиграть там, то можете кинуть эти кубики и рассказать какую-то небольшую историю. Ну, вот они как бы придадут вам познание. Ну, сейчас попробуем. Вот, допустим, накидаю все кубики на стол. Ага, складываю их в ряд. И что вижу? Вижу, что мальчик у нас куда-то далеко посмотрел, потом пошел, потом он начал прыгать на месте, звать на помощь, потому что он сломал себе ногу. Но тут мальчик играл в футбол и решил ему помочь. Что же он стал делать? Он ломанулся куда-то далеко, очень-очень далеко, и сам угодил в маленькую неприятность. Он порезал палец, стал плакать, но вот тут спичка нарисованная, решил закурить, и все прошло. Ну, примерно вот такой вот бредовой истории можно рассказать при друзьях там, допустим. Ну, а если у вас фантазия богатая, то можно порассказать, конечно, побогаче. Ну, и плюс еще можно их использовать при различных там веревочных курсах, играх каких-то. Или, допустим, когда надо будет рассказать там историю, или кинуть кубик каким-то определенным образом. Вообще тут достаточно много комбинаций. 9 умножить на 6, это будет 54 разные картинки на этих кубиках, которые вы можете разложить по-разному. Ну, и самое интересное открывается, когда мы раскрываем нашу инструкцию. Здесь рассказано, какие кубики еще бывают. Бывают путешествия, классические путешествия, космос, улики, медицина, сказки, спорты, динозавры. И эти кубики продаются в магазины, где продают разные настольные игры. Допустим, в Меге есть магазин с настольными играми, а там есть 100% я проверял такие кубики. И вот единственная небольшая такая оговорочка, что классические кубики продаются вот в такой коробке 3х3. Плюс кубики вот действия и путешествия вроде продаются в коробке 3х3, а остальные продаются в коробке по 3 всего кубика. То есть это как дополнительные кубики вот к этим кубикам. То есть не целый набор, а дополнительные кубики. Так что можете их докупить и с ними играть. По цене. Примерно вот эта коробка стоит в районе 800 рублей на Озоне. Если 3 кубика, то где-то 450 вроде рублей примерно стоит. Это уже в магазине с игрушками. Вот может на Озоне подешевле чуть-чуть. Также есть официальное приложение Google Play и в App Store есть это приложение, где можно кидать кубики онлайн. То есть не онлайн, а на своем телефоне. То есть виртуальные кубики кидать. Полный аналог этих. Ну а эти прям, мне вот они, если честно, очень-очень по душе. Такие удобные, классные. И прям настоящие такие большие кости. То есть качественный очень пластик и качественная прорисовка. Этим кубикам у меня уже примерно полгода. Так что ими пользуюсь активно. И вообще скажу, что в моих обзорах исключительно те вещи, которыми я пользуюсь уже давно. А не такой онпак с бухты-барахты. Время от времени играем. Так что интересная вещь можете себе приобрести. А ссылочку на приобретение закину в описании. Мало ли вдруг вы захотите купить и будете метаться по интернету. С вами был Михаил. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте большой палец вверх. Или большой палец вниз. Но тут я уже расстроюсь. И жмите на колокольчик, если уже подписаны на канал. Чтобы получать информацию о поступлении новых видео на канал.